Пока Каталония требует развода с Испанией, Германия празднует День Единства. 27 лет назад воссоединились ГДР и ФРГ. Впрочем, в этот день немецкие политики снова говорят о стенах, которые разделяют немцев. Почему, расскажет Татьяна Лугунова. Государственный выходной и праздничное мероприятие по всей стране. Центр торжеств в этом году город Майнц. Там сегодня собрались все высокопоставленные немецкие политики. Лозунг «Вместе мы, Германия». Но с трибун говорят не только о единстве, но и о расколе. Сегодня мы можем сказать, единство Германии уже стало политической повседневностью. Большая стена, которая разделяла нашу страну, исчезла. Но 24 сентября показало, есть и другие стены, они менее заметны, без колючей проволоки. Но, тем не менее, они стоят на пути к нашему общему «мы». О новых стенах немецкие политики заговорили после последних парламентских выборов и успеха правых популистов в землях бывшей ГДР. 20% голосов избирателей – это результат альтернативы для Германии на востоке страны. В землях этого региона партия заняла второе, а кое-где, например, в Саксонии, вообще первое место. Такой высокий результат спустя 27 лет после объединения снова провел невидимую политическую границу между бывшими ГДР и ФРГ. Успех правых популистов в этих землях уже по косточкам разобрали немецкие политологи. Безработица, отсталость в экономическом развитии от западных земель, личная нереализованность и поиск виновных во всех этих проблемах. Я спрашиваю себя, что будет с моей пенсией, сколько я буду получать. Я вот сейчас плачу за беженцев, которых принимает Германия, а потом они перевезут сюда семьи, и я буду платить за них тоже, да? Сначала нужно, чтобы уехали все иностранцы, тогда молодые люди смогут найти работу. У нас очень много безработных. Услышать и развеять страхи избирателей альтернативы для Германии сразу после выборов пообещала Ангела Меркель. Получится ли у нее сломать и эту стену, покажет следующее голосование через 4 года. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.